всех приветствую дорогие друзья сегодня мы посмотрим с вами партию сыгранную 18 апреля в гбу печатники на турнире который был приурочен к 60-летию первого полета в космос и я играл в последнем туре против натальи заленской кандидата философских наук начинающего игрока в шахматы и естественно игра началась с хода f4 она сначала пошла d6 на коне в 3 на е5 получилось что-то перевернутого гамбита фрома то есть такой немного обратный порядок ходов я задумался конечно потому что меня пугал что на взятие если я возьму пешку будет шах ферзем но раз пешку отдают надо брать безусловно и соответственно тут наталья ходит еще конь c6 отдавая вторую пешку но это прям очень ярый гамбитный стиль как потом оказалось вообще не после игры она хотела исполнить что-то типа северного гамбита я беру вторую пешку и слон подвязывает и она мне отдают третью пешку ну и я соглашаюсь и беру мне кажется это очень хорошо то есть три пешки отдается за одну ферзь естественно под ударом поэтому черные должны бить и получается что у белых две лишние пешки но у черных уже две фигуры в игре какая-то динамика есть машина кстати не сильно ругает такую игру мне казалось что уже у белых огромное преимущество но всего лишь плюс 1 24 то есть черные выиграли какие-то темпы да забыл сказать что контроль 7 минут на партию без добавления 7 плюс 0 турнир состоял из девяти туров была круговая система это был девятый заключительный тур ну и тут мне хотелось показать хорошую красивую игру с учетом того что на турнире в гбу печатники я принимаю участие уже второй раз и многих игроков я знаю по другим турнирам но были игроки которые которые пришли впервые и один из игроков меня узнал я его естественно не знаю когда ко мне подошел главный судья и организатор он мне говорит николай и вот этот игрок которого тоже кстати зовут николай так на меня посмотрел и говорит а вы случайно не николай дубовик который ведет youtube канала я говорю да это я он такой правда я говорю да а вот ну и соответственно мне захотелось показать хорошую яркую игру в стиле радостных шахмат особенно в последнем туре как и во всем турнире а вот соответственно здесь мы это сейчас и рассмотрим ну пока я болтал и рассказывал о том как пришла ко мне слава и как как аппетитно выглядит мой живот на камеру тут произошла серия разменов белым удалось уйти в два нуля черные делают такой скрытый шах естественно сразу решил пойти слоном и с моментально с плюс 3 потерял все преимущество потому что здесь все-таки а был удар конь бьется 2 мне казалось такого удара здесь нет а он проходит потому что на конь c2 на если мы берем сюда ферзь дает шах поэтому надо бить сюда и слон врывается но а черные не подняли эту идею слава богу что ее не подняли потому что дабы были проблемы но в общем уход слон е3 выпустил все преимущество ферзь ушел на d7 я естественно решил поменять еще пару фигур потому что ну преимущество преимущество на доске от шаха отошел королем ну и тут черные задумались что делать потому что все-таки у белых две лишние пешки и черным нужно как-то где-то искать атаку а ну где непонятно соответственно черные убрали слона я не знаю зачем и тут начинается жесткий прессинг со стороны белых мы сначала ходим ходом е5 значит конь уже ограничен в действиях ограничен в действиях ограничен в действиях и единственное поле куда конь может отойти это на е8 мы сначала отбрасываем коня после чего мы начинаем нападать на ферзя небольшой такой прессинг ферзя ну для того чтобы продолжить движение своих фигур вперед и создавать черном трудности чтобы они искали пути для отхода поля куда им нужно отойти соответственно тут тоже вопрос куда лучше убрать черного ферзя ферзь встает нападает на пешку и мы тут сразу ходим d4 подкрепляя свою центральную пешку нападаем на слона теперь нужно куда-то уже черным фигурам черному слону куда-то отходить при этом ход d4 еще и полностью ограничивает слона в действиях то есть полностью занимает пространство черный слон отходит но в принципе у него вариантов отойти было еще вот только подвязать но смысла никакого не было и идет двойной удар на ферзя и на слона ну как бы по факту то удара нет потому что брать выключенного из игры слона не хочется но фигура есть ферзь идет вперед ферзь идет вперед да ферзь идет наш 5 как-то он так застрял над полем f6 и вот здесь я конечно глубоко задумался потому что я почувствовал что где-то в этот момент можно сделать красивый эффектный ход возможно он будет не настолько действенным но часто иногда блеф прокатывает и за счет блефа тоже можно выиграть партия и я серьезно задумался как вы думаете над каким ходом вот как раз у зрителей есть возможность подумать какой красивый ход можно сделать какой правильный ход можно сделать и какой красивый ход можно сделать в этой позиции как мне кажется время уже у белых меньше трех минут и бум жертва ладьи вот так вот неожиданно теперь на взятие ладьей мы подвязываем ладью на взятие королем наверное шах ферзь f3 ну я думал что будет взятие ладьей и сразу же естественно связываю ладью и позиция черных очень ограничена из-за коня на е8 то есть мне кажется в первую очередь здесь единственный ход который давал черным еще какие-то шансы и спасал их позицию это конь c7 потому что нужно было включить вторую ладью в игру нужно было начать прессинговать вот этого слона вот этого коня и как я когда уже сказал включить свою ладью в игру то есть оживить все фигуры и улучшить позицию сейчас же конь не контролирует ничего только поле g7 и мешает ладье на а8 и мешает ладье на а8 поэтому черные всерьез задумались как им быть что им делать возможно нужно искать какую-то контр игру и ход ферзь f2 возможно с идеей какого-то мата если уйдет ладья и уйдет ферзь возможно дополнительный прессинг пешки d4 хотя она и так была под прессингом ну и в первую очередь наверное защита ладьи ферзем ну соответственно я подумал что нужно усилить давление и конечно конечно мне кажется был хороший ход хотя я не знаю ферзь f1 просто спокойно размен ферзей и ладья подключается и все равно ладья черных на f7 падает но я решил как-то совсем обнаглеть и пошел ферзем вперед это машина ругает это конечно ошибка но уже идет серьезное давление на ладью ход g6 идет нападение на ферзя и я тут подумал что хорошо бы было бы ограничить короля от поля f8 и пошел ферзь h6 опять же вот в данной позиции ход король h8 и конь c7 давали равную позицию то есть все преимущества белых уходят при этом если посмотреть сейчас внимательно на доску то у белых три пешки за ладью поэтому такие такой ход наверное был необходим черным то есть либо отойти королем в сторону из-под шаха который грозит либо включить коня своего в игру времени остается минута но черные делают импульсивный ход и бьют слоном и получают красивую финальную матовую комбинацию конь дает шах королю у короля всего лишь одна клетка для отхода потому что вот эти поля контролирует ферзь есть нельзя из-за связки значит король может отойти только на h8 что король и делает дальше идет шах конем брать нельзя из-за связки отходить на g7 нельзя потому что это поле контролирует ферзь и единственный ход короля куда король может отойти это сюда ну и соответственно черные это быстро поняв признали свое поражение и вот такой вот мат как уже зритель показал мог грозить черным но они признали свою капитуляцию чуть раньше после конь бьет g6 вот такой получился красивый мат партия по качеству игры наверное не очень хорошая потому что было несколько ходов которые выпускали преимущество то есть во первых ход слон е3 был удар конь c2 а потом второй ход наверное это ферзь h5 то есть ферзь f1 давал колоссальное преимущество а тут уже равенство и борьба ну и в принципе ладья бьет f7 тоже не самая первая ветка но при этом точность 95.5 у белых 40.4 у черных в целом игра мне кажется прошла красиво и эффектно возможности были ну и дальше уже вот можно поанализировать посмотреть сделать послематчевый анализ как все проходит но в этой партии удалось победить и самое главное что мне кажется прошла красивая эффектная жертва ладья бьет f7 ну а я вас благодарю за внимание будем делать новые обзоры такого формата ну и работаем дальше идем вперед пğ� па